Смотрите, у нас есть работа на проекты, вот самый главный проект. Туда входит в итоге у нас 3D изображение плюс рабочая документация и в ней же ведомости. Ведомости и спецификации это две разные вещи. В ведомости там написано оборудование, может быть артикула, но не посчитано точное количество. У каждой площади только по местам. Чтобы где купить, провести маркетинговое исследование, положить фотку, выбрать материалы, которые будут использованы, мы используем спецификации, это уже на стадии комплектации. После того, как мы сделали 3D рабочую документацию ведомости, по ведомостям клиент сам может провести комплектацию самостоятельно. Но если он хочет, чтобы мы это сделали, у нас есть дополнительные услуги авторского надзора, комплектация и управление строительством. Слуги авторского надзора это соответствие тому, что строят строители, чертежам и рабочим проектам. То есть это только визуальное соответствие. То есть технодзор мы не делаем. Авторский надзор у нас стоит 30 000 рублей в месяц, 4 выезда. В пределах города плюс-минус 10 километров. Есть комплектация. Ни в коем случае нельзя смешивать комплектацию авторского надзора и управление строительством. На авторском надзоре дизайн никогда не управляет строителем и никогда не говорит, что делать и что переделать. То есть если он видит какие-то несоответствия, он даже в принципе с ними может разговаривать, может нет, но это не его задача. Его задача указать для управляющего стройки, который осуществляет строительство. И его задача написать в журнале авторского надзора или как-то сказать лично, а потом записать, что собственно не так. Несоответствие выявлено. Пункт один, пункт два, пункт три. Отклонение там на столько-то. Все, в принципе на данном его работа закончена. Что еще на авторском надзоре делает? Согласование финальных цветов. Цвета нельзя согласовывать на 3D, это бесполезно. Нужно согласовывать цвета на объекте, на месте, выбранные уже, то, что будем закупать и то, чтобы они между другими сочетались. Можно провести эксперимент, если набрать в интернете любой артикул по RAL, допустим, казалось бы одинаковым. RAL 22003 или 3005. Выдать цвета в Яндексе и все цвета будут разные. То есть вы увидите 20 тысяч миллионов оттенков. В жизни у каждого производителя он отклоняется от этого шаблона своего, вернее общего, и делает какой-то свой оттенок. То есть в итоге, заказывая цвет бежевый, который вам нужно по RAL, вы получите с оттенком в голубизну, либо в желтизну. Естественно, он сочетаться не будет. Кто это делает? Проверяет, сочетается или не сочетается. Это проверяет тоже дизайнер. Так вот, дизайнер должны на авторский надзор, комплектатор или управляющий стройки, или поставщик привести цвета на выбор. И он скажет, беру вот этот, или перекрашивайте, или не беру. Его задача, потому что у него глаз дизайнер, он понимает, что он видит. Его задача сказать, что сочетается люстра с белым камином, а стены слишком желтые или слишком синие. Только вот это он может сказать, перекрашивайте. И это он делает. Соответственно, кто-то должен будет все подвести. Подвозить это тоже не дизайнер. Дизайнер выполняет функцию контролирующего. Подвозит комплектатор, то есть он договаривает с поставщиками, со всеми, и привозит все это дело на объекты. Может ли дизайнер выполнять все эти функции? Конечно, может. Но все эти элементы могут быть отдельным договором. То есть отдельно он должен получить 30 тысяч за управление авторского надзора. Отдельно 10% за комплектация. Из управления строительством обычно это около 90 тысяч в месяц. Сейчас мы ведем проект, мы получаем 200 тысяч рублей в месяц, каждый месяц. У нас там работает один дизайнер. Работает на full-time управление строительством. Это манеджер стройки и комплектатор. Три человека работают. То есть в данном случае они получают оплату что-то. Рентабельность проекта там, короче, 40-45%. То есть они расходуют примерно 110-115. Соответственно доход студия идет. Вот эта разница. Но это без налогов. Понятно, да, как я посчитал? Все. Поэтому это очень эффективно. Потому что в чем плюс клиента? Он не прикасается вообще к стройке. Он понимает, что он заказал авторский надзор. Человек, который делает это, он заказал управление у этой же команды. Ему не надо выбирать строителей. Ему не надо там вообще ничего не надо. Ему только единственное, что нужно сделать, это еще заказать контроль качества. Технадзор. Это мы не оказываем. У нас нет такой возможности. Но это, как правило, 40 тысяч тоже. Технадзор. Мужичок все с вами. И меряет все там. Стяжку. Все он знает. Это для того, чтобы принять работу строителя. Плюс комплектация 10% еще идет. Но мы с клиентом в данном случае договорились, что комплектация у нас будет, по-моему, 70 тысяч рублей. Сейчас я не помню. 70-90. Но мы не берем проценты, вот эти 10% за выбор. Поэтому он просто платит нам абонементку. Тоже нормально. От стоимости закупки? От стоимости закупки. То есть покупаем мы полно 100-10 тысяч наши. По управлению строительством какие функции, что вы даете? Соединительные функции, по сути, это совещание раз в неделю. Где мы соединяем всех смежников и объясняем всем, что если они хотят выполнять проект, они должны прийти. У них есть окно для сдачи. Это мало кто понимает, но это самое важное. Окно для сдачи тех, кто занят. Они должны прийти все в один день и принести все свои образцы. Потому что бессмысленно согласовывать отдельно покраску пола, цвета. Они только вместе соединяются. И управляющий строительство координирует действия всех людей в смежниках. По сути, выполняет функцию заказчика. А вот 30 тысяч рублей, 4 выезда уже написали, да? Да. А по сколько времени вы там находите? Ну, в принципе, это не регламентировано. Можно и целый день. Но вообще, мы выезжаем, как правило, к обеду. Там у нас есть график. И находится там архитектор до решения всех вопросов. Часа 2-3. То есть полдня рабочего, можно так сказать, с дорогой. Но зато за это время решают вообще все. И управляющий строительство составляет список. Там, как правило, 20 позиций. Что должен каждый из специалистов сделать до следующей встречи? И если кто-то не сделал, то мы смотрим, кто слабое звено, и с ним расстаемся вовремя. То есть закрываем контракт, даем какие-то рекомендации клиенту отказаться от него. Ну, не справляется человек. Он подводит всю стройку. Этот список позволяет выявить тех людей, которые готовы работать системно. И каких-то таких вот шабашников, которые вообще ничего не понимают. И либо пытаются бежать впереди провоза, делая те вещи, которые не нужны. Либо пытаются, ну, наоборот, как-то тормозить. То есть быстренько их выкидываем, выкидываем, выкидываем. Поэтому самая главная наша задача найти партнеров нормально, с которыми можно работать. Сложность еще в том здесь, на этом этапе, что договариваясь с одним человеком, с руководителем, как правило, исполнять, исполнители выходят либо менеджеры проекта, чаще всего не очень, по-мягче сказать, не очень организованные. И неправильно выполняют свою функцию. Потому что, конечно, руководитель хочет сэкономить и взять людей подешевле. И там возникают вот такие вот коллизии индиционные, потому что у нас система не пускает. И самое главное, это вот именно стоять на своем. И вот этот человек, правильный человек, он именно как система, которая не пускает. Нет возможности обойти ее, как бы не хотелось. Нет возможности попытаться куда-то вклиниться или еще что-то сделать. Потому что иначе тогда не то, что тебе будет удобно. Каждый пытается делать, как ему удобно. А надо, как удобно проекту. Вот это мозг проекта, и за это заплатить эти деньги совсем не стыдно. Я лично поплатил, когда мы строили дом. Мне пристройку достаточно объемную. Я лично платил только, даже не проверяясь, что это на проработку, который за строительством смотрел, 150 тысяч в месяц. Но я понимал, что по-другому никак я это не сделаю. Мне пришлось платить 4-5 месяцев, просто чтобы закончить эту стройку. Я сам этим заниматься не имел возможности, потому что у меня это другая работа. Я другими делами занимаюсь. Но я понимаю, что это не те деньги, ради которых стоит скупиться. Если ты действительно взял хорошего человека, если он тебе объяснил, как оно будет на самом деле. У меня для клиентов есть специальная статья, методичка. То есть я говорю, если вы не хотите нанимать нас на управление строительством, спросить мы не надо, мы не будем это делать. Но, прочитайте, пожалуйста, статью. Вот эти функции, кто-то должен делать на стройке. Их будет все равно кто-то делать. Либо это будете вы с работы приезжать, либо это будет делать прораб в силу своей компетентности. Либо это никто не будет делать, это хаосом пойдет. Но ответственность будете вы. Здесь вопрос управления строительства – это выбор ответственности, а не выбор какой-то работы. То есть просто уйти здесь за ответственность и за систематизацию. С этой должностью отлично справляются логики, математики. Просто вот хладнокровно кто записывает протокол совещания и спрашивает по списку. Ты сделал, не сделал. Так, записывал, не сделал. Сделал, молодец, покажи дизайнеру. Так, дизайнер выбрал, не выбрал. Почему? Потому что нити образцы. Так, привести на следующую неделю правильные образцы. Какие должны быть архитектор образцы? Так, так и запишем. Понятно, непонятно. И дальше можно следующую опцию включить. В середине недели, после того, как прошел у нас вот эта вот встреча, на следующий день можно всем отослать протокол совещания. Обычный, да, это не мы придумали, это стандартные строители. Строят любые объекты, ракеты в космос пускали. И спросить, все ли понятно, есть ли вопросы, будет все вовремя. То есть это можно дополнительную опцию еще одного менеджера подключить, и он будет спрашивать, есть ли это нужно. Если подрядчики нормальные, то они через неделю-две привыкнут к такому расписанию, и уже задавать вопросы не будут. Если не нормальные, будет очень тяжело. Это вот что касается реализации. А кто материально ответственен из этих пунктов? Ну, вот из этих пунктов. Ну, все в рамках своей задачи. Это значит никто. Нет, почему? Строители ответственны за свою работу. У нас, вот здесь, клиент. Да, только клиент. У нас устроен договор так, что мы оказываем конституционные услуги по выбору, но договор клиент заключает на себя. Деньги клиента мы не берем на оплату. Мы просто можем проверить договор и сказать, ну, вроде нормально, можно подписывать. Но выбор окончательно, естественно, ответственность за выбор мы на себя не берем. Тогда бы это стоило не 200, а миллион не стоило. А смежников? Это уже функции кет-подрядчик, то, что вы говорите. Функции кет-подрядчик мы не выполняем принципиально. Мы не хотим это делать. А смежников кто выбирает? Тоже клиент. То есть, у нас функции комплектации, что он делает? Самое главное, он проводит плиц-обзор. Ну, чтобы плиц-обзор. Вот у нас нарисован паркет. Клиент уточняет. Действительно, паркет будете покупать? Я говорю, я не знаю, что-то дорого. Может быть, ламинат купить? Мы говорим, окей, плюсы-минусы каждого из решений. Это плиц-обзор принципиальный. Выглядеть будете динамо на картинке. Но будут разные тактильные ощущения. Ламинат стоит в три раза дешевле. Паркет-массив в три раза дороже. И какой-то средний, допустим, доска переклеили, например, условно говоря. Привозим три элемента. Клиент сам едет смотреть тактильные ощущения. И понимает, насколько полон важен. Насколько он хочет платить за дубовую доску или за риски. Я вот выбрал, допустим, дубовую доску, пакет полон. Все, я хочу заплатить на поле мыши гонем. Будем делать так, как надо, как в лучших домах. Вот. Это первое решение. Мы его записываем. Все, выбираем доску полон. Теперь, кто нам поставит доску полон? Второй вопрос. Это тоже работа комплектатора. Кто и каким образом мы эту доску полуполучим? Вариант А. Купить у итальянцев. Почему нет? Хорошая, качественная, красивая работа. Все готово. Вариант Б. К российскому производителю индивидуально. Вариант С. Это самому купить лес и напилить его. Естественно, самому купить лес в три раза дешевле, напилить его. Но есть риски с влажностью, с покраской. Кто это будет организовывать, доставлять, довозить. То есть, куча каких-то проблем. Но цена вопроса в три раза. Если купить у итальянцев 100% качественно, приедут все в галстучках, в шарфиках, лыжах, все как надо, привезут в постель. Но стоит космос. Есть вариант там российского произвести. В зависимости от типа клиента он выбирает свое. Эконом. Я, допустим, лично я для себя принял решение, когда у меня стал вопрос платить 10 за пол или 3. Я купил за 3 и фиг с ним, даже с ним спучится. Я в основном поменяю там где-то. Но я решил рискнуть и посмотреть, что будет. Мы купили просто доску, напилили и покрыли маслом. Пока будет нормально все. Есть клиенты с премиум-сегментом. Они, как правило, самый дорогой берут, итальянский. Все нормально тоже. Почему нет? Мы все выбираем, заказываем, получаем за эту итальянскую 10%. Есть клиенты, которые российские производители используют. Мы просто клиенту говорим, кого выбирать из этих. Окей, категория там российские производители, допустим. Теперь, кто из них? Есть там две компании. Файнас, допустим, Олимпакет. Ну такие крупные. И есть там много-много мелких. Крупную компанию берем меньше риска теоретически или мелкую. Опять спрашиваем. Ну давайте там вот этих. И вот уже из этих тогда выбираем, кого конкретно. К каждому КП, каждому какие-то эксклюзивные условия. У кого-то остатки есть на складе, у кого-то еще что-то. Уже более детальная работа. То есть получается, каждый из элементов мы проходим несколько кругов. И это и есть работа комплектатора. Потому что в итоге клиент получает не то, что там где-то заложено спецификации, а то, что ему на данный момент именно сейчас нужно. И за это платится всего лишь 10%. Это катастрофически мало. И даже может быть несправедливо. Может быть поднять это стоимость. Но вопрос в том, как это объяснить. Объясните переговоры, как пойдет процесс. За что вы отвечаете, за что нет. Есть еще вариант, что типа вот я этим всем займусь, а там где-то откат получу. Это тоже, кстати, неплохой вариант. Но здесь есть велик риск нарваться на продвинутого клиента. Во-первых, он может прийти в другое место. Вы проделываете всю эту работу бесплатную. А он придет и купит где-нибудь в другом месте. По артикулу. И все. И ни отката, и ни денег, ничего нет. Если клиент лопушок какой-нибудь, тогда на риск просто надеяться, я не знаю, мне кажется, не очень правильно. То есть, если вы хочется работать именно таким способом, то правильнее всего итальянскую Луиджу купить и 40% получить премиум сегмента. И клиенту сказать, что именно это ему обязательно нужно. И без этого в дом дышать не будет. Или еще хрень сказать. Главное, чтобы купил. И спокойненько получить себе денежки в карман и быть довольным. Тоже возможный вариант. И даже, наверное, хороший. Я с эстетической, как называется, с моральной точки зрения вообще ничего не оцениваю. Каждый здесь с ума сходит по-своему. Вопрос просто бизнес-плана, что насколько часто к вам будут попадать такие клиенты, которые будут закрыть глаза покупать все, что вы им скажете. Если это каждый второй или каждый первый, то так и делайте. Это очень круто для благосостояния личного. И это очень хорошо. Но если первый, второй, третий, четвертый, пятый, один из десяти только на это повелся, то девять других клиентов вы просто потеряли. И это просто здоровый смысл, этот климатизм у меня сработал, что мне не нужно, мне нужна система получать деньги, а не надеяться, что кто-то не пойдет там и у соседа не купит. Как это у вас тоже, я не знаю. Каждый может по-своему. Просто есть опция. И надо понимать, что мы в плюс идем и что в минус. Да. Можно такой вопрос. Точка контакта у вас с клиентом? Это сайт? Это телефон? Где вы встречаетесь? И при первой встрече, чтобы донести вот эту вашу философию, позицию, это доносите вы конкретно как артилеттор или ваш помощник? То есть как ему донести, что вы работаете именно по этой схеме? Ну, смотрите. Начнем с того, что клиенты к нам просто так с потолка не приходят. Ну, хотя некоторые приходят, просто так случайно, на первой встрече. И объяснить, что будет, что не будет. Естественно, это там не такая подробная история. Это, на самом деле, просто чтение договора. Ну, или это презентация материалов. Если клиент не лень, я ему скидываю иногда ссылки по сайту, он смотрит и все понимает. А что входит? Так, что входит в авторский номер жал. У меня страничек на сайте. Что входит, пожалуйста, читайте. А это входит, ну, давайте посмотрим. Хотите обсудить? Приезжайте обсудим. То есть это первая встреча, когда клиент смотрит на нас, мы на него смотрим, мы принимаем решение о взаимном сотрудничестве. Это очень важная функция, ключевая, наверное. Диригировать ее менеджером я бы не стал. Это должен делать все-таки сам роботный специалист. Потому что клиент покупает в основном из-за доверия и из-за мысли, что вот с этим человеком все будет нормально. А вот эта уверенность и доверие может… Опять же, если это не эконом-сегмент. Если эконом-сегмент, там могут быть просто заявки по 10 дней потоком брать. Лендинг делаешь, мне даешь рекламу, и у тебя клиенты в очереди стоять, если нормальная будет штука. И вопрос отфильтровывать как раз стоит. Там другой вопрос встает – отфильтровывать сумасшедших. Реально. И потому что их будет много. И с ними надо будет встречаться, разговаривать, ну и так далее, тратить на них время. И выхлопы договора может быть не очень правильным. Вот так. У меня еще вопрос. Сколько лет? Да, еще пять минут. Ага. То есть, вы вправе жилотовы, это количество клипки, количество флакцитии, да? То есть, вот по поводу клипки есть такой момент. То есть, можно в клипку, например, одну разрез с угла, она разрежется нормально, другая – третий. Это комплектация. Да. У вас есть какая-то ответственность перед клиентом? Нет. То есть, ее там… Нет. Мы говорим так, что при… То есть, это комплектация. Да. То есть, можно заказать такое количество, что не учитывать, что одну клипку она пополам будет. Да, да. То есть, вот как вы… Хороший вопрос. Да. Потому что, я говорю сейчас с ними про такое среди семья, например, тех, кого у тебя нет. То есть, они очень экономики. И если заказывают клипку чуть больше, чем они, можно себе посолить, они очень успокоятся по поводу количества… Ну, во-первых, да, не надо показывать, что что-то осталось, надо куда-то убирать, чтобы людей глаза не морсулили. Да, я понял. Смотрите, как мы делаем. Я понял вопрос. Спасибо большое. Хороший вопрос. Когда мы закупаем чего-то, у нас есть проектная площадь. То есть, надо 30 метров плитки. Вот. Из нее есть какая-то раскладка. Допустим, если это сложный случай, это там какая-то раскладка с бортиками, с оставочками, с тем и с чем-то. Как правило, это делает все равно манеджер салона, который вы будете заказывать, ну, или вы там как-то совместно делаете спецификацию, что вы будете заказывать. Вот. Дальше. Вы, вот тот вопрос, который вы мне задали, вы клиенту спросите, что мы вам посчитали от тютельку в тютельку, но обычно производитель рекомендует брать с запасом 10%. Возьмите один дополнительный бордюр, или два, сколько надо, а то вы производитель спросите. Дальше вы можете сказать следующее, что представьте, если, возможно, вам не хватит, и там какое-то все равно расколется. Давайте еще возьмем не один, а два. Да, мы заплатим на 10% больше, но при этом не надо будет три месяца ждать, если что-то пойдет не так. Клиент говорит, не, я не хочу платить на 10-20% больше, давайте возьмем впритык. Вы говорите, окей, но тогда вы понимаете, что если что-то случится, придется ждать. Ответственность на клиента переносите. Вы не должны ничего за него решать. Вы просто показываете варианты и рассказываете, что будет. Самое главное, это рассказать, что будет. Почему вообще дизайнер считает, что они должны за клиента что-то принимать? Он только рассказывает решение. Работа принимать решение – это работа клиента. Работа дизайнера – предлагать решение. Вот и все. Вот это надо понять, и тогда все будет нормально. Я не выдаю задание, мне лень. Всегда тупо. Мне проще заплатить часовой оплату визуализатора, чтобы он нарисовал. Я потом корраблю руку, я еще рисовать не умею. Это вдвойне от нас. Поэтому я вот эти все линии, представляете, как я вывожу эти линии на изображение. Где-то у меня есть эти фотки, куда-нибудь много было. Но неважно. Если есть понимающий визуализатор, более-менее адекватный, то он это нарисует. И там я уже корректирую за несколькими итерациями. То есть это самый не очень хороший способ, если вы не понимаете, что делаете. Либо если у вас нанятый дизайнер, по имени которого, как бы сказал, джок тратится. В этом случае нанятый дизайнер, если он дизайнер, то он должен сделать задание на визуализацию. Задание на визуализацию он выполняет в виде, как правило, эскиза трехмерного. Либо он сам собирает это в 3дмаксе, либо он это делает в скетчарме, либо рисует от руки, как он это видит. И плюс он подбирает те элементы, которые являются стилеобразующими. И материалы также. И дает это как задание оформленное. В этом случае визуализатор получает это задание, анализирует его. Если какие-то вопросы, то задает эти вопросы. И дальше рисует уже как предуплдизайнер. Если получается фигня, то всегда понятно, кто сделал плохо. Либо визуализатор не учел задание, либо дизайнер накосячил. И мы уже смотрим. Если то, что сделал визуализатор, нельзя показывать клиенту, то дизайнера мы не похвалим. Если все нормально, то все нормально. В случае, как я рассказал, когда работаю поживом, это самый, наверное, не очень хороший случай, но в моем случае он единственный, потому что я никогда не сяду и не буду рисовать задание. Мне проще человека нанять, который будет работать вот так. Но это плохой способ. Так не надо работать, и у нас так никто не работает, кроме меня. Но для меня он единственный. Еще у меня способ. Я когда раньше сам в 3D работал, я просто в 3D придумывал задание. Я не умею рисовать, я никогда чертежами, только какие-то такие развертки только рисую, такие небольшие, но я не могу это в голове соединить и понять, что это будет точно хорошо. Ну понятно, если ты классическая комната, все просто. Но когда вот такое пространство, ты пока его не построишь, ты его не увидишь. Я строил всегда пространство, и уже на нем в 3D мне, собственно, было проще, так как я знаю 3D Max, мне проще сразу же построить объемы. А потом эти объемы можно туда дать работать. Поэтому еще такой способ есть, но сейчас я 3D Max уже не открываю, к счастью. Да. В случае компании купится продажник или рекламщик? Нет. То, что мы сейчас рассматриваем, это отдел производства. Если рассматривать разные разделы, это большой длинный разговор, еще есть, естественно, отдел продаж, маркетинга и все, что с этим связано, и отдел обеспечения. То есть три отдела в итоге. И самый главный руководитель, он ответственен за три эти раздела, в каждом из которых есть свое ответственное. То есть это чуть на уровень выше, в идеале, вернее, в итоге есть, этим я занимаюсь с другими ребятами, но они не касаются компании по дизайну. То есть это другая часть работы. Сейчас мы не можем это отделить. Последний вопрос давайте и перерывчик. Можно по комплектации вернуться? Вот у вас договор 10 процентов. Имеет значение, где будут приобретаться эти материалы? То есть клиент их может купить где угодно сам? Или только у вас? Или он купил по интернету? Клиент вводит, делал все что угодно. Мы никак не можем обязать это. А что функция тогда его комплектовщика? Функция комплектовщика. Можете так сказать? Да, ну я много применилов приводил. Вы не понимаете, мы слышали? Мы поняли схему. Потому что, ну, то есть, сейчас объясню. Наверное, не секретно для кого, что дизайнер зарабатывает в первую очередь 10 процентов от магазинов. Это его второй доход помимо дизайн-проекта. И в случае, если мы выставляем, условно говоря, комплектацию материала, это как отдельная доп. функция, и мы просим 10 процентов с клиента, он может просто сказать, вы не оборзели, вы с магазина возьмете 10 процентов, еще вы с меня решили 10 процентов поиметь. То есть, вот это вот, как вообще, ну, то есть, понять вот эту схему. Я не знаю, мне придется еще раз прочитать такую же лекцию про Гриста, что я рассказал. А кто понял, вот как? Или я действительно объяснил? А? Что заложено? С магазина вы еще можете заложить, если хотите. еще будет 20 процентов получать. 10 с клиента и 10 с магазина. А, то есть, все-таки так. Может сказать, но можете не принимать, а можете принимать, можете не говорить ему об этом. Это уже отдельная история. Ну, тебе тогда говорите и запретите на это дело, если они и так об этом знают и говорят, что вы оборзели. Получайте спокойно 10 процентов. Я же вам только что рассказывал. Мы вообще отказались от каких-либо процентов, просто ради того, чтобы получать стабильную оплату в 70 тысяч в месяц. У нас человек работает. Какая разница? Договорились? Как считаете? Я предлагаю вам аплодировать Станиславу. 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 Живые два часа. Много полезной информации. ... ... ... Продолжение следует...